Раненого орлана нашел житель региона и передал в город для оказания необходимой ветеринарной помощи. О судьбе хищной птицы в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Николай Канев вез сестру из города в деревню Пылемец. Поездка не предвещала приключений, однако Николая встретил друг с необычной птицей. Он катался на лыжах и наткнулся на него. Но он ее нашел, она была, получается, на спине, лапами кверху лежала. Друг Николая Константин не растерялся и сразу же привез птицу домой. Орлан Белохвост был ранен и ему требовалась помощь ветеринаров. Я приехал сюда, получается, в 12 ночи, в начале первого. В эту же ночь я вконтакте информацию скинул, что такая-то ситуация. Ну и ждал, что дальше это, куда обращаться. Отзывчивые жители города сразу стали советовать Николаю различные ветеринарные организации. Одна из них была ветклиника «Четыре лапки». Утром Николай с Орланом обратились к специалистам организации. Врачи сделали птицеринген и необходимые процедуры. Огнестрельное ранение с внедрением пули в кости. Хозяин хотел, чтобы мы убрали данные пули. Но данная процедура навредила бы хищнику, поэтому мы этого делать не стали. В дальнейшем птицы будут летать, потому что не повреждены мягкие ткани. Стробь не попала в мышцу. Она находится в кости. Орлан Белохвост – самая крупная хищная птица. Размах крыльев которой достигает 200-245 сантиметров, а вес – до 6 килограмм. Данный вид занесен в Красную книгу. При осмотре ветеринарами Орлан вел себя достойно, не сопротивлялся. Чем очаровал врачей. Это такой крутой хищник. Он понимает, что с ним делают. Его трогаешь. Он ведь даже ни разу не клюнул. Насколько бы больно ему не было, он в выдержку такую. Пожалуйста, гладьте меня. Так уж и быть. И вот это восхищение над поведением данного хищника. Просто нет эмоций. На самом деле выразить то, что мы вчера увидели и ощутили. По словам ветеринаров, птица должна находиться в закрытом помещении с хорошим питанием. Уже по истечении трех недель, когда полетные функции будут проявляться, Орлана необходимо отправлять в полет по помещению. Когда полетные функции будут полностью стабильными, птицу можно отпустить на волю. Однако, так как птица не ручная, Николай обратился в соответствующую организацию. Сегодня съездил в департамент природных ресурсов. Оставил свои контактные данные. Сказали, ждите, позвоним. Сидим, ждем. Специалисты департамента достаточно редко сталкиваются с подобными случаями. И как нам сообщили в департаменте природных ресурсов, в данный момент они ищут организацию, которая могла бы взять из себя профессиональный уход за хищной птицей. Мы будем следить за развитием событий.